теперь вот такая тема опять-таки пришел отзыв на мое последнее диванное видео лежачие что согласно мировоззрение этого человека он все ненавидит всех ненавидит потому что увидел сколько мерзости сколько всего в этом мире нехорошего он случат от всего этого дела отстраниться тем не менее в этом мире есть и хорошее можно найти в любой вещи любом человеке любом явлении видеть видеть только отрицая отрицательное что-то можно положительно видеть можно видеть и то и другое каждый из нас раз он тут живет он далеко не идеал есть у него отличные качества которыми хочется восхищаться но есть и такие в основном их-то скрывает от которых становится очень и очень стыдно очень и очень я считаю и выскажу свое собственное мнение что вот наша планета своеобразный вот полигон для того чтобы мы совершенствовались росли нравственно вот такое мое мнение конечно огромное количество разного рода соблазнов и неважно даже это не денежные соблазны а другие соблазны чтобы знаете вот из всего вот этого что тут у нас имеется чтобы человек ну это нет я сама беседу вот как я понимаю чтобы допустим вот я понимал где я где я цельный где я правильный а где хотят действовать через меня те или иные привычки те или иные побуждение наклонности потому что мы с вами пронизала всем этим вообще для того чтобы человек жил его побуждают жить понимаете вот это тоже очень интересная вещь вот у нас имеется клетка в нашем теле чтобы она выполняла свои функции для организма организм ее создает для себя и побуждает действовать так в целях всего общего вот это вот следует понимать да кругом много ерунды всякого рода да кругом много всего негативного чужеродного которые так и хотят тебе использовать то есть воспользоваться твоим талантом твоим положением твоими деньгами если они у вас есть вообще твоей жизненной энергией если ничего нет все хотят тобой воспользоваться а твоя задача твоя задача сохранить себя от всей этой мерзости что там машина едет дорога трудно вот эту трассу сейчас делают а это я не знаю какая то запасная что будет или вторая полоса будет и по ней движение вперед назад вперед назад вроде бы эти машины большие уступают нам дорогу но там тоже едут которым там уступают и поэтому получается что ты обгоняешь тут оттуда обгоняют другие и как бы это не соединилось и вот на этот конечно вопрос каждый отвечает по-своему это уже опять таки мировоззренческие вопросы духовные вопросы а именно что такое вообще что такое вселенная что такое человек его роль во вселенной нафига ему дается жизнь и многие многие другие ответить на что положить свою жизнь куда ее направить там на творчество либо на накопительство либо на работу семьи либо ты становишься частью какого-то сообщества что-то там такое делаешь а вообще-то жизнь это сугубо я считаю индивидуальное явление данное тебе для того чтобы ты вот в этот промежуток который называется жизнь что-то сделал для своего понимания что-то сделал для своего изменения но там каждый решает конечно сам там в меру опять таки своего мировоззрения мировоззрение определяет вектор будете вы там обычным человеком творческой личностью или пойдете по иному пути а этих иных путей огромное количество по естественно на каждом из путей вы получите какой-то опыт и вы знаете вот я со своего опять таки опыта скажу что вот в детстве у меня было такое чувство что никого не надо там бить такое чувство было но тем не менее были разные обстоятельства ну вот однажды мне хорошо там двинули и я понял что несмотря на то что вроде как бить не надо но сдачи давать надо иначе вообще будет плохо все зависит от ситуации от ситуации ну а ситуации то мы создаем сами вот думаем что что вот куда то мы тут попали в какой то переплет но переплет то этот был подготовлен годами ранее нами же и теперь мы пожинаем лады этого переплета то есть вот интересно почувствовать что все у нас взаимосвязано что на самом деле все даже справедливо что если что-то показывается такое плохое происходит рядом с тобой или ты в этом участвуешь что тебе явно не нравится значит это в тебе есть потому что ты к этому притянулся и вот пройти через все это измениться чтобы в дальнейшем даже таких ситуаций не возникало нет потому что есть люди которые постоянно попадают в одни и те же ситуации естественно это все в негативе а у других людей все наоборот с чем это связано естественно связано с его мировоззрением от которого зависит мышление от которого зависит как ты это событие расцениваешь вот я сейчас стараюсь конечно это не за один год там произошло и по-прежнему еще идут наработки то есть ты события оцениваешь не с точки зрения это хорошо для тебя или это плохо для тебя а чему оно хочет тебя научить чему эта ситуация почему ты в нее попал для того для чего она тебе отдается чему она тебя хочет научить иногда знаете вот если взять лично меня вот у меня в какую-то допустим аферу могут втягивать а я так думаю ну понимая что это уже афера что это ерунда какая-то я начинаю думать ага ну посмотрим что из этого выйдет и ничего хорошего конечно не выходит и хорошо когда из всего этого выходишь с какими-то там минимальными потерями это одно а у другое это вот создается ситуация в которую тебя опять таки втягивает а ты понимая это уже просто напросто отказывайся от этого то есть ты не даешь хода ты уже повзрослел вот такие вот я заметил вещи относительно себя ну я уже наговорился и что 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 то это уже как говорится потенциал израсходовал хотя и знаете заметил такую интересную вещь вот я что то там пишу это особенно раньше было ну допустим там календарь и вот тебе надо а там еще там 2-3 написать а ты уже до этого там написал там 10 или еще там сколько-то там дней и ты чувствуешь уже устал не хочется ничего не это но все-таки нет надо надо вот себя заставляешь волевым усилием и как бы прорубается новая значит новый канал во вселенной так уж я скажу и пошел поток и ты пишешь лучше и даже энергетически сильнее себя чувствуешь вот что очень интересно я на себе познал такой феномен как исцеление оздоровление омоложение усиление информации но с ней надо работать с этой информацией и вот она тебя вот работая с информацией работаешь с теми или иными ее источниками и они начинают тебя вот одаривать в знак того что ты обратил на них внимание ты ими пользуешься и вот тут вот этому человеку который все уже ему не в радость вот как раз попробовать попробовать подключиться к иным источникам потому что когда человек видит кругом какую-то ерунду горе страдания несправедливость и особенно впечатлительный или на этом зацикливается то уже он сквозь вот этот вот этот мрак начинает рассматривать как Высоцкий говорил через эту призму начинает рассматривать и все остальное и все остальное окажется в плохом свете а вот тут тут вот смотрите допустим вот Вы стали свидетелем какого-то такого ужасного явления с другими людьми я уж не буду говорить что с вами просто вы наблюдаете там другое со стороны это делаем или возможно даже где-то ну возьмем со стороны наблюдаете и вам ужасно это неприятно неловко и как-то это смотреть там как оббирают другого человека как там допустим возможно там надругаются и так далее и тому подобное вот и и думаете что вот вот это все такие плохие люди сделали но вы-то вы-то возможно читали такую фразу из библии вот она у меня засела из Евангелия Иисуса Христа без воли Бога ни один волос не упадет с головы человека то есть мы не видим как этот там человек а если тем более брать вот только одну жизнь в одной жизни все хорошо все гладко все такой мягкий пушистый а что он делал в предыдущей жизни то есть вот это мы не хотим заглядывать отвергаем и и не это считаем мракобесием так вот если брать а что там было и кем он был и тут ему воздается за это то тогда становится кое-что понятным что ничего просто так не бывает вот не бывает ничего просто так есть следствие а есть причины которые уходят очень глубоко очень глубоко куда-то в некое неведомое для нас но тем не менее существующая существующая реальность и оттуда они знаете как ниточки начинают дергать ну вот так вот я объясняю поэтому когда начинаешь вот это все понимать да конечно от плохого сторонишься к хорошему там тянешься но еще и вокруг тебя создается какая-то атмосфера и это тоже почувствовал совершенно иная ты вот становишься какой-то частицей вокруг тебя согласно твоего мышления согласно твоего мировоззрения происходят некие иные вещи нежели у других ну примерно вот так вот тема это конечно такая трудная скользкая сугубо индивидуальная и я не говорю что там в чем-то это окончательно и бесповоротно разобрался нет я вот иду как и тот грузовик впереди меня вот этот вот по дороге жизни сейчас я его обгоню и дорога приносит то одну то другую на этом я заканчиваю благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малаховпро доброго здоровьица и до новых встреч